Итак, друзья, продолжаем писать тесты. Сейчас напишем детальный тест формы, тоже параметризованный. Ребята, это видео для тех, кто с него начал, рекомендуется посмотреть два предыдущих видео, они в описании есть. Первое видео будет... Вообще, эти видео находятся в плейлисте Django 4, пишем сайт с нуля. Первое видео, посмотрите, какой сайт пишем. Сейчас мы работаем с формами. В описании видео два видео, порог знаний для тестирования форума Django, потому что мы работаем с документацией. И пишем первый параметризованный тест для форума Django 4. Мы написали общий тест, которым тоже можно тестировать. Теперь давайте приступим к написанию теста более сложного и более детального. Обратите внимание, человек может ввести дату вчерашнюю, завтрашнюю, человек может оставить поле пустым, человек может ввести цифры, буквы, человек может все что угодно сделать, пользователь, да, и нам надо четко понимать, как наша форма работает. Нам не нужно... Конечно, можно, как я говорил, стоять и ковыряться с формой, но это неправильный путь. Правильный путь – это работа с формой и с документацией. Тогда будет все с иголочки. Делаем полчаса один раз и все, забываем. Итак, поехали. Ребят, предыдущий тест я закомментировал, чтобы мне лишние символы не набирать. Давайте первым делом мы с вами проходили гид. Для того, чтобы удобно мы работаем в веточке блок. Сначала что сделаем? Добавим, создадим коммит. Не забывайте с гид работать. Есть уроки, предыдущий раздел на сайте школы, где мы с вами разбирали гид, потому что это удобство работы. Для новичка, в первую очередь. Мы специально гид, да? Очищаем терминал. И погнали. И погнали. Итак, ребята. Сейчас нам понадобится в первую очередь эта документация. Мы будем тестировать, отправляясь не от нашей формы, там от наших домыслов, а именно исходя из документации форм. Откроем документацию, а дальше будем переходить, куда нам нужно. То в поля, то в API, и все такое, куда нам нужно. Итак, первым делом давайте импортируем. Вот я записал. Нам сейчас надо использовать несколько маркеров. Иными словами, поле заполнено, поле не заполнено. И, в общем, что мы придумаем. Но в первую очередь, учесть правила документации. Так будет профессионально. PyTest Mark Параметрис Итак, я подготовлю несколько маркеров сейчас себе. в первую очередь, так как у нас я записал, вот мы уже тестировали раз, два, три, четыре, пять полей, значит мне надо подготовить пять заготовок, просто чтобы было все быстрее. Итак, у нас есть строка. Так лучше. Далее. Список. И в списке мы сделаем несколько заготовок. раз, два, три. По три заготовки, остальное сами уже будете делать. Итак, по каждому полю. Теперь, что я делаю? Абсолютно верно. Копирую. Два, три, четыре, пять. Просто, чтобы было быстрее. И начинаю заполнять, начиная с первого. Чтобы было быстрее, я буду копировать, а не писать. Итак, дата. И мне надо придумать переменную, относительно которой я буду проверять. Придумывать я ничего не буду. Я буду, мы будем с вами проверять валидацию, то есть, валидность заполнения, иными словами, правильно ли заполнено поле. поэтому я пишу валид и название даты. То есть, мне будет очень понятно, что это связано с датой. Далее, вот это я пока закомментирую. Мы потом это раскомментируем, чтобы было интереснее. и первый тест, как я сказал, мы вбиваем, чтобы было все правильно. Вбиваем сегодняшний день. Вы свой день вбиваете, когда смотрите. Значит, это у нас должна быть строка. Вот у меня высветилось. Сегодня 8 февраля 2022 года. О, оно мне наделало. И я о себе отмечаю, что это будет true, истина. То есть, это правильная отработка формы, так как, когда мы писали форму, которую мы должны еще с вами поправить, кстати, не забыли, что мы оставили баг, да, при выборе будущего числа форма отправляется, а не должна, ведь у нас стоит дата отправки, должна быть сегодняшним числом. это у нас истина. Вы можете свободно комментировать себе, и обязательно надо комментировать, это входит в систему работы с кодом. Если вы не будете комментировать, то вы никогда не начнете писать. По одной простой причине разговаривать кодом, как заполнять данные, как передавать, это надо научиться, это надо говорить, проговаривать, тогда вы начнете этим думать. дата сегодня. Следующий, следующий, у нас следующее поле субжект. мы заполняем субжект и так же придумываем переменную, переменную, относительно которой мы будем оба исключения. Это должно быть общей строкой. Там надо проверить. вот у меня уже есть валить субжект. Это будет правильно. Мы опять валидацию тут проверяем. Тут все правильно. Не каждая строкой тип данных, а все в строке. Далее я вбиваю данные. Субжект я считаю в данном случае это заголовок. Как я говорил, вы можете с этого сделать имя хайваляра. И то есть в данном случае когда заполняю я имею ввиду что поле пользователь заполнил. Заполнил там любыми буквами, цифрами. Главное, что оно заполнено. Хотя все можно проверять. И это я считаю true. Истинно. То есть должно поле работать нормально. Эти два поля я пока тоже закомментирую. Мы их раскомментируем позже. Так будет интереснее. Следующее поле я заполняю наши формы. Но называется message. И это переменная, при помощи которой я буду тестировать. Здесь я тоже закомментирую два других поля. Первое первый маркер параметров у меня тоже я сделаю проверить пай-тест, что он будет нормально работать. Хочу изучить Django по вашей системе. Поле сообщения заполнено. то есть это и предполагается для формы. Давайте разберемся вообще почему. Почему? Обратите внимание на форму. У нас нет дополнить каких-то вещей. Давайте перейдем в документацию и вспомним то, что мы изучали. Мы переходили в настройки поэй. с вами мы видели такую настройку Recurret 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 иными словами если быть попроще то по умолчанию в каждом поле если мы не указали у нас стоит так Recurret и где-то делся Recurret нам нам не надо нам не надо ЮРЛ нам просто надо поэтому здесь не пишется но ранее мы изучали что это по умолчанию поэтому мы не пишем у нас ни в каком поле нету Recurret присвоено значение false то есть поле может оставаться пустым впоследствии мы себе что-то присвоим допустим да поэтому мы считаем что когда поле заполнено оно должно быть обязательно заполнено тогда это true истина то есть сообщение должно отправиться следующий параметр который мы будем заполнять это sender email ой ребят я немножко не так сделал вот это я убираю это сюда перескочил проверяем data subject message следующий у меня что sender я пишу название поля sender и придумаю переменную относиться которой я буду проверять валит центр вполне читаемо вполне понятно и опять же закомментирую два этих поля не мешали будет интереснее и я предполагаю что поле должно быть заполнено то есть email должен быть вписан согласно форме с собакой потому что джанга проверяет если мы не пишем своих валидаторов именно собаку есть ли собака в email поэтому я пишу как строку пишу джанга собака собака mail.ru то есть email надлежащей формы и второе что я пишу это у меня истина когда email заполнен это true истина email заполнен правильно это истина то есть тест должен пройти нормально форма должна отправиться и последний последний это cc myself иными словами это checkbox сейчас мы посмотрим я пишу cc myself далее пишу себе валидатор валит myself вот мне у меня уже есть и далее я напишу первый вариант два остальных пока закомментирую вариантов может быть хоть 10 сколько вам нужно мы сейчас разберемся итак здесь я просто пишу указываю само поле так как это булева значения true false то есть я пишу само поле и пишу что у меня это true и опираться оно будет на что на форму в форме у меня стоит о видите здесь мы уже это я убираю а нет recurrent true давайте посмотрим это значит обязательно для заполнения вот наш форм пока обратимся хотя нам я сказал форма не надо но вы еще можете не представлять нашу форму тех кто первый раз вот тех кто в школе уже знает потому поэтому я обновлю пишу заголовок привет пишу сообщение так не спрашивайте почему у меня на сайте нету формы потому что спама не хочу мне он надоел вы делаете сами показал как еще капчу мы научимся делать капчу ставки ну на email надежно далее вводим email сейчас это нереальный email но вот реальный есть и если мы попытаемся отправить то у нас вычислиться для продолжения пожалуйста установить флажок то есть true должен быть у нас стоит true в форме флажок должен быть установлен мы устанавливаем но мы сразу я вам показывал что у нас есть здесь косяк баг то есть если мы укажем дату должна быть сегодня числом но если мы укажем дату будущую а здесь ага 0 2 давайте 10 сейчас 0 8 10 то сообщение у нас все равно отправится это косяк сообщение успешно отправлено а дата должна быть сегодняшим числом если вы будете работать с документами то конечно дело не пойдет нам пайтест поможет выявить эту проблему потому что хочешь не хочешь мы его выявим я покажу тыркать нет смысла есть смысл писать тесты теперь ребята смотрите что будет происходить ведь чтобы написать тест нам надо было знать что тестировать нам надо знание документации и это нам поможет собрать все до кучи ведь в уроках мы что делали мы вокруг API собирали все остальное почему потому что API у Джанга все сложено аргументы методы все сложено в одно API да а мы уже в голове разгребли что относится к аргументам то что в полях то что относится к методам что проверять как оно работает все это мы проверяли в предыдущем видео я показывал жупитер вот это нам все теперь и надо теперь нам пора пришло время мы написали если все сделали правильно давайте писать сам тест деф тест 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 контакт форум ну не будем параметризованный писать и так понятно хотя можно и далее нам надо вбить что абсолютно верно параметры ну параметрами все просто как в предыдущем видео это поля я их скопирую для того чтобы было все быстрее и понятно что в параметры мы вносим наши созданные переменные то есть валид date валид субжект валид message ну в общем-то все у нас здесь вполне понятно сейчас потом выровняем я сделаю две строки для того чтобы было вам читаемо итак пишу ага я по порядку буду писать валид date валид субжект валид message сендера здесь нету нет валид сендеры myself так ну вам будет видно теперь я могу писать сам тест создаю переменную форум переменная как я говорю может называться по-другому но логично называть форум потому что мы работаем с формами берем нашу форму и в принципе вы знаете что чтобы не терять времени сейчас мы ее уже делали поэтому так как там то же самое я ее просто скопирую с вашего разрешения писать сейчас просто чтобы сэкономить время вы пишите ручками все надо ручками на пузе на пузе ручками проползти по всему коду только так так то есть то что мы уже писали и приводим больский вид читаемый в принципе все мы и далее продолжаем использовать как в прошлом видео эту хитрость с error valedate junk то есть чтобы нам видеть исключение совершенно нормальным языком это хорошая хитрость мы берем переменную наш форум берем метод error так как мы импортировали формы то есть нас понимает error и нас мы брали метод здесь есть и JSON мы брали метод error as data потому что одни в JSON выводят в формате другие в HTML вот в чем разница между этими методами вы должны были их сами уже до конца пройти аз data так а чего ты сопротивляешься чего ты вдруг брыкаешься ладно мы что-то не то так не может быть не все правильно все правильно ну конечно похоже нет здесь тоже все нормально тогда мне странно ладно посмотрим потом исключение printf очень странно ладно посмотрим очень очень странно ну увидим возможно он видит что нет окончания но сейчас посмотрим в любом случае теперь пишем сам тест ассерт форум исвалид метод исвалид который мы с вами изучали то есть который проверяет валидацию который как раз таки мы и расписывали и разбирали в юпитер и который в первую очередь мы всегда принимаем применяем он проверяет поля как мы с вами очень подробно разбирали клинин дейт там где все складывается заполняется правильными данными да то есть мы это тоже все разбирали в юпитере поэтому на этом я не останавливаюсь кто не понимает пожалуйста получайте доступ и занимайтесь в своем режиме так будет толк дальше валид это метод сейчас разберемся ребят что там не так на месте сейчас покажет исключение и далее мы перечисляем нам надо перечислить все то есть берем вот эти все вещи и вбиваем их только между ними ставим и and 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 то есть ну скорее всего мне понятно я сейчас проговаривать не буду давайте первым делом перейдем в нашу форму сиди форумс апп в папку тест вот она высветилась и запустим пай тест я примерно представляю в чем дело ну просто чтобы вам показать да ну это и понятно не соответствует ни одному отступу отступу иными словами я тут просто пытаюсь чтобы код мы могли исправить как я вас учил пай линт линтеры да выбрать линтер линтер и пай кода стиль пай кода стиль и уже исходя из этого посмотреть и я что закрыл ну конечно вот он где-то здесь должен быть вот они проблемы высветились но это сильно долго поэтому я сейчас на это тратить время не буду да сколько разных членей пай кода стиль и мы это с вами разбирали да линтеры то не так это не так поэтому пока мы линтеры убираем все успокаивайся но оно все вполне понятно просто надо подвинуть давайте мы не туда и не сюда да Так, ну вроде так все понятно Проблем в рабочей области не обнаружено Где наши терминалы? Вот он, остальные можно закрыть Проверяем папку так Очищаем Запускаем PyTest Все нормально Тест отработал То есть при заполнении данных Все у нас отправляется Супер Но не все так гладко Первым делом открываем документацию Что нам надо? Верно Нам надо поля Мы распыляем и будем работать Первое поле, которое нам найти У нас первое поле идет Data 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 field Нам надо найти именно поле data field И почитать Что мы здесь читаем Ну понятно Да, мы заполняем словари Что здесь передача Видим две звездочки Quartz То есть именно именованные аргументы Словари Смотрим Что у нас за исключения Recurrent И Invalid Далее Если вы переведете То Пустое значение Nonne Мы с вами это проверяли Да? Пустым Значение даты Быть не может Почему здесь написано Nonne В Юпитере Вспоминайте Мы пытались Пустую дату Просто Ладно, я не полезу сейчас в Юпитер Хотя залез Мы с вами как раз это делали То есть Например, дата может быть Ставлена разными форматами И если В данный момент Это мы сейчас с вами Сделали что? Сделали Таким образом Что у нас В уроках мы писали Изучили метод Инициаль То есть Дату вставлять автоматически Но ведь поле пустое А само по себе Поле пустым быть не может Поэтому Когда мы писали с вами метод Это мы с вами все рассматривали CleanItDate То Именно этот метод Он Умеет Определять Как мы с вами Если нет даты То поставит Nonne Либо Любой формат Который Возможен Со стороны Пайтона И библиотеки DataTame Иными словами Там строка Переменные Он все примет Именно этот метод Все примет Поэтому здесь Вот именно Это имеется ввиду Тут не имеется ввиду Что То есть Здесь говорится Что nonne Ведь это не пустое Просто ничего Да Ничего Но не пустое Нельзя оставить поле Вообще пустым Это будет исключение В Python Мы с вами Даже это проверяли Если взять функцию Смотрите DevFan И поставить Какой-то параметр Да Паран Просто его вернуть А потом Вызвать Мы Если мы Вызвем Fun Сейчас Да То мы получаем Исключение Да Абсолютно верно Не хватает Нет одного Позиционного Аргумента Мы с вами изучали Я вам говорил Что Все начинается С функции Функции Должны Отлетать Иначе мы Вы уже Столкнулись С тем Когда мы Считывали Исходный Код Да Это Считываться Должно быть Моментально В школе Все Я даю Эти рекомендации Но если Мы здесь Поставим Парам Nonne Да И попробуем Запустить В данном Случае Следующим Да Исключение Пропало Но вопрос В том Что просто Сейчас Ничего Но потом Может появиться Именно так Заполняется Поле И так Рассуждает Джанга Видно Придется На 2 части Разделить Этот урок Потому что Тут мы не успеем Очень много Материалов Ладно Поехали дальше Итак Мы продолжаем Работать С полем Проверяем Что заданное Значение Является Либо Data Time Да То есть Модуль Даты Там Окончания Любые На сегодня На завтра Отформатирован Определенный Формат И даты Чтобы понимал Python Дальше Идут Необязательные Аргументы Да Виджет По умолчанию Но Смотрите Вот Обратите Внимание Вот По сравнению Да Шойса Филд Вот здесь Пустое Значение Пустая Строка А мы Потом Попробуем В дате Видите Не написано Пустая Строка Поэтому Просто Здесь Не может Быть Пустой Строки Ну что Мы Определили Что Значение В любом Случае В этом Поле Должно Быть Заполнено Но Тем не менее Он показывает Что мы Можем Указать Мы И так Знаем Так как Recurit Настройки Полей С которыми Мы Разбирались В ранних Уроках Он Относится Ко По всем Полям То есть Поле Может быть Пустым Или Не Пустым Лейбл И так Далее Что ж С документацией Нам уже Сейчас Достаточно Все Понятно Но Нас Интересует Давайте С датой Другой Момент Сейчас А давайте Мы Установим Несколько Дат Давайте Выявлять Проблему А потом Уже Закончим Это Видео Пойдем Итак Вы Пишите Свое Я просто Не хочу Писать Функцию Которая Определяла На сегодняшний день У меня 2022 год Второй Месяц Восьмое Число Я беру Сейчас Следующий Тест Составляю Видите Как удобно Мы Просто Берем Маркируем Параметры Проверяем Все Что нам Надо Нам не надо Ити Никуда 2022 год Далее Я пишу 0 Второй Месяц И Дату Меньше Вчерашним Числом Указываю 0 7 Вчерашним Это у меня True Истина Отлично Теперь я Запускаю Тест Запускаю Подробный Тест Кстати Можно на Тесты Как мы Ранее Делали Авиации Сделать Чтобы Не вводить Все Полностью Сейчас Я запускаю Вот так И Получаю Я получаю Исключение То есть Если я смотрю Форуму Мы с вами Писали метод Где Видно Если Дата Меньше Даты То Дэй То есть Сегодня Числа То Вывести Исключение Давайте Прочитаем Есть ли это Исключение Я думаю Оно есть И мы Читаем Оба на Видите Русские Я не хотел Русским Писать Это Просто Почему Я стараюсь Писать Это все Правильно Но Оно Что Сделало В Юникод Перевело Да Хай Валера Поэтому Так А я не Вижу Ребята Чего Я не Вижу Я не Вижу Нашего Сообщения Давайте Пройдемся По началу Теста Так Первый Тест У нас Все нормально 100% То есть Первый Тест Отработал Половина Кода Дальше Вот у нас В строке Ребята Я сейчас Переправлю На латыницу Чтобы было Видно Что написано Потому что Юникод Нам Не Нужен Вот здесь Я Исправлю На Жанга Систем Вроде Больше Нигде Нет По новому Запущу Тест Клер Так Ну вот Теперь Понятная Информация Да Когда Убрались Русские Буквы Вы поняли Почему Тестировать С ним Плохо Потому что Юникод Переводит Тем не менее Я не Вижу Чтобы Отработал Наш Наши Ребята Наша Подсказочка Наша Подсказочка Именно Ага Мы видим Что Переменная F Вот Строки Видите Поставили Ну вот Я говорю Надо всегда Смотреть Вот теперь Все будет Нормально Опять Запускаем Клер Теперь Вроде Должно Быть Все Неплохо Итак Начало Тесты Все Понятно Сразу Мы Видим Первую Строку В которой Исключение Вот Но Мы То Не знаем Да В этой Строке Ну что Дата Непонятно Да То есть Пайтест Есть способы Но мне нравится Вот тот Который Я вам Показываю Сейчас Далее Наш Код Весь Идет Далее У нас Идут Маркеры Да Что Сравнивалось Но мы Вставили Хитрую Строку И То есть То сообщение Которое Должно Вывести Пользователю Поверьте Мне Что Оно Одно И Тоже Когда Исправим Все Тогда Посмотрим Валидата Эра Дата Крейтинг Дата Отправки Должна Бы Сегодняшним Числом То есть Этот Тест У нас Для нас Он Сработал Форма Не Отправилась Что Мы Делаем Ребят Мы Ставим Сюда Фалс То есть Тест Отработал Нормально Для нас Форма Не Отправилась Значит Мы Берем Заходим Ё Мое И Ставим Фалс Нам Не Надо Чтобы Каждый Раз Выдавались Ошибки Нам Достаточно Проверить Что Это Работает Иными Словами Мы Пишем Если Что-то Изменится Вдруг То Оно Тогда Наоборот Выдаст Ошибку Мы Пишем Когда Дата Не Сегодняшнее Число Сообщение Не Отправляется Это Я Сейчас Подробно Можно Было Короче Написать Все А Теперь Ребята Что Логически Логически Проверить Следующий Завтрашнее Число То есть Будущее Да Проверяем Будущее 2022 02 Вот 10 То есть По сути Дела Мы Говорим Что Должно Вроде Как Отправиться Это Истина Да И Запускаем Пайтест Прошлый Мы Уже Написали Фалс Для нас Фалс Это Понятно Что Все Наоборот Иными Словами Если Человек Внес Дату Внес Дату Ранее То Сообщение Не Отправится Потому Что Если Мы Поставим Тру То Вызовет Исключение А так Мы Ставим Фалс И Считываем Мы Понимаем Что Фалс Это Значит Сообщение Не Отправится Но Оно Нам Высвечиваться И не Будет Сейчас Чтоб Мозги Не Пудрить Почему Мы Берем Что Делаем Очистим И Запускаем Бац Все Отработало Все Хорошо А А Что Хорошо Что Хорошего В том То И Дело Получается Что Наше Сообщение То Отправляется Когда Дату А Получается Что Ранее Дату Поставили Оно Не Отправилось А позже Поставили Отправили Все Хорошо Нет Не Хорошо Ребята Это И Есть Косяк Бак Смотрите Когда Мы Тестируем Сразу Нам Приходят Идеи Что Во-первых Надо Исправить Смотрим Нашу Форму И Думаем Ага Дата А Ну Я Уже Написал То Это Я Просто Не Показал Вот Этого Не Было Да То Я Смотрю Пришла Идея Так Надо Мне Текст Написать В форме Чтобы Заполнить Только В настоящий Момент Я Перепишу Сейчас Дата Должна Быть На Момент Отправления Можно Или Пожалуйста Заполните Дату На момент Отправления То есть Сразу Тест Мне Приходят Идеи Ранее Мне пришла Была Идея Что Хорошо Чтобы Пользователь Не думал Как дату Вводить Я Подумал Мы С вами Изучили Инициаль Инициаль То То есть И Сделали Автозаполнение Формы Чтобы Пользователь Не мучился Но тем не менее Кроме этого Нам надо И предупреждение Да Или Дата Дата Можно было Писать Выставляется Автоматически Не меняйте Ее Или Дата Должна Быть Числом Придумайте Как сами Захотите То есть Я хочу Сказать О том Что Приходят Идеи У нас Тест Прошел Значит Что-то Не то На самом Деле Давайте Присмотримся Идем В форме Присмотримся К коду Здесь Стоит Меньше Ребят Смотрите Ведь Это Сразу Выявляется Вот Тестирование Наводит Потому Что Мы Взяли Три Варианта Сегодня Вчера Завтра И Идем В форму Смотрим Менее Откройте Просто Питон Выражение Можете Где хотите Найти Они Везде Одинаковые И Смотрим Теперь Нам Надо Просто Подобрать Что Нам Подошло Я Думаю Нам Подошло Не Равно На Что Нам Надо Обратить Внимание Не Равно Есть Истина Да Поэтому Если Мы Сейчас Поменяем Вот Здесь Исправим Просто Не Равно То Я думаю Что У нас Все Начнет Работать Так Не Равно Это Истина Для Python Да Давайте Попробуем Теперь Запустить Мы Исправили Форму Сразу Правим Ну Сразу Ребак Пишем Потом Поправить Тогда Обязательно Тут Отмечаем Баг Поправить То Сразу А потом Просто Берем Как мы С вами Делали Где Оно Делось Вот Оно Да Тода И Уже Правим Подряд Ну Что Давайте Попробуем Теперь Протестировать Нашу Форму Оба Класс Вот то Что нам И надо Было Теперь Ведь мы Поставили Истину Видите Изменилось Тест Не прошел Дата Отправки Должна Быть Сегодняшним Числом Все Отработало Ребят Круто Мы Исправили Смотрите Теперь Мы Получили Сообщение Что Дата Должна Быть То есть Отработала Наша Функция А у Наш Здесь Стоит Истина Значит Ставим Фалс Это Отработано То есть Убираем Звлаз Оно Отработало А до Этого Пока мы Не поправили Код Вы Видели Все Было Наоборот Ну Что Теперь Мы Готовы Готовы Написать Функцию Дописать Я Отдавал Вам Домашнее Задание Вы Должны Были Сделать Но Если Не Сделали Ничего Страшного Берем Нашу Функцию И Сразу Правим Потом Не Верите Мне Проверим На Настоящей Форме Но Не Обязательно Ее Проверять Все Работает Три Варианта Вчера Сегодня Завтра Какие Еще Есть Ну Что Пишем Я Вас Учил Ранее Что Мы Хоть Вам Давал Пример Смазил Но Там По-другому Написано Здесь Мы Я Веду Немножко В курс Кто Ведь Ребята Новые Могут Быть Но Надо Просто Получить Доступ И Заниматься Подряд Потому Что Разбирали До Этого Еще Несколько Форум Итак В чем Заключается Наша Сейчас Замысел Мы Если Метод Гет Иными Словами Если Тупо Человек Перешел Посылки Если Человек Тупо Перешел Посылки Мы Сымитируем Ничего Там Если Человек Тупо Перешел Посылки Вывести Пустую Форму Мы Это И Сделали То Как Видите За Формой Не Следует Никаких Методов Просто Контакт Форм Вводится Пустая Форма Дальше Иначе Тоже Здесь Создается Переменная Как мы Создали Нашу Форму И Реквест Пост То есть Мы Связываем Форму Данными Реквест Файл Здесь Не Нужен Но Просто Я Ребятам Чтобы Они Не Забывали Это Когда Мы Делаем Привязку Файлов Отправление Мы Обязательно Указываем Это Поэтому Это Можно Было Опустить Далее Мы С В Тесте Проверяли Именно Валидацию Хотя Сами Представления Тоже Научимся Тестировать Чтобы Не Думать Правильно Написали Все Оно Будет Учитывать Позже Научимся Тестировать Сами Представления Чтобы Понимать Что Оно Сделает То Что Нам Надо Дальше Метод Исфолит Который Мы Изучали И Первое Что Это Тоже Мы Изучали Поэтому Ребят Не буду Не обижайтесь Объяснять Все Разъяснили Клинит Дэй То есть Именно Здесь Он Формируется Мы С вами Рассматриваем Варианты Что В этом Словаре В этом Словаре Который Мы Здесь Формировали Не может Быть Неправильных Данных Иными Словами Если Дата Будет Правильная Иначе Оно Просто Не Покажется Мы Видели Что Клинит Дэй Не вызывает Таких Исключений Просто Не Показывает Форму Кроме Этого Мы Можем Дописать Все что угодно Здесь Любые Словари Которые Нам Надо Действие Но Клинит Дэй Определит Именно Только То Что Касается Форм В общем Смотрите Уроки Все Разберетесь Это Надо Понимать Обязательно Это Надо Понимать Досконально Чтобы Работать С Любыми Формами Вот Мы Здесь Допустим Добавили Рецепиенс Но Мы Знаем Кто Не Выведется Клинит Обязательно Будет Работать Только Формами А Здесь Форм Клинит Дэй Нет Рецепиенс Это Мы Немножко Влезли Я Объясню В Емейл И Просто Здесь Список Сейчас Здесь Один Емейл Здесь Может Быть Список Хоть С С Тысячи Дальше У нас Идет Майсельф Если Все У нас Нормально С Адресами То Добавить Сообщение Мы Вошли Вот В Этот Вот Вот В Проверку Из нее Ребята Не выходим Потому что Я видел Новички Пишут Другу Там Где Немножко Страницы Смещают Кодировку Ты же Брось нормально Я же не понимаю Куда чего Прицепить Вот это В школе Мы разобрали Это же Глупости Какие-то Писать Форму Смотреть К чему Относится Ив Поэтому Это Ребята В школу В школу Вот тут Мы Ребята И продолжим Элс Вот тут Продолжим Почему Вот смотрите Вот у нас Дальше Идет Трай Пытаться Пытаться Отправить Сообщение И дальше Перечислены Все данные Я сейчас Не буду Рассматривать Мы это Рассматривали Если что-то Не так Выдаст Сообщение Нам это Размести Строку Что Стоп Форма Дата Неверная Надо До Трай До того Как пытаться Это Логически Понимается Хороший Можно было В другом Но хороший Вариант В любом Случай Элс Блок Элс Сделать Просто Здесь И Просто Создадим Ведь В форме Есть метод И он Работает Он работает Для Тестирования Но Ведь Функции Мы ничего Не передали Надо Чтобы Об этом Методе Узнала Ну Форма В html Формате Который Сформирует Django Поэтому Пишем Мы придумаем Переменную Ну Пусть Будет Data Created И Дальше Что тут Придумать Today Только Сегодня Берем Просто Наш Модуль С формы Это я мог бы Его написать Но я копирую Чтоб вы видели Откуда Единственное Нам не надо Вот эти вот вещи Далее Берем Нашу Переменную Вот Форм Да Которую мы Вошли Переменная Форм Присываем Ей Значение Нашей Формы Наши Формы Контакт Форм И просто Нам надо Инициализировать Эту Дату Инициаль И передать Еще один Словарь Так как Мы Смотрели В Виджетах Все Работаем С доками Ребята Ребята Школы Будут Круто Работать С доками Мы видим Что Да Именованные Параметры То есть К ним Относят Словари Только Они И передаются Другое Здесь Ничего Не передается И Что Нам надо Вбить Словарь Ну Конечно Ж Наше Реальное Поле Дата Рейтинг Вот Дату Если Продолжить Давайте 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 Посмотрим Что Мы Можем Еще Проверить Ноно И пустую Строку Нам Надо Рекурит У нас И так Это получится Рекурит Это у нас Получится Пустая Или Не пустая Строка По умолчанию Как я говорил Везде True То есть Поле Должно Быть Заполнено Ну И Больше Тут Нечего Проверять Значит У нас Осталась Ноно И пустая Строка Других Вариантов Не будет По сути Дело Ну Логически Размышляйте Может Вообще Он Берет Дату И Пустая Строка Но Все Так Ноно Возьмем Почему Потому Что Мы Смотрим По умолчанию Должно Быть Ноно То есть По сути Дело Что Это Значит Если Поле Ноно То У нас Должен Тест Нормально Отработать Это Мы Смотрим Уже Больше В Торно Функции То есть Правильно Или у нас Форма Вообще Дела Может Мы Где-то Ошиблись По сути Дело Потому Что Мы Здесь Указывали Вот Допустим Здесь У нас Есть Метод Здесь Мы Уже Клинит Дей То есть Использовали А вдруг Что Вот Он Ноно Там Создаст Когда Нет Формата Потому Что Можно Писать Строку Формат Можно Писать Перемену По разному Что Возможно В питон Но Тем не менее Нам Надо Понять Что Это Пустое Значение Есть И То есть Форма Будет Работать Корректно Посему Ребят Нам Значит Сюда Надо Еще Несколько Маркеров Добавляем Два Маркера Их Будет Два Все А больше Формах В данный момент Ничего Не проверите Вот Этот Закомментируем А Вот Этот Берем Оставляем Пустую Строку Вообще Пустую Строку И пишем Истина То есть Мы считаем Что Изначально Что Пустая Строка Должна Отработать Нормально Но Вы же Понимаете Что По документации Это Не должно Быть Ну Все Я С формы Выхожу Я надеюсь Теперь Вы уже Верите Что Что В тесте Все Реально И Запускаю Пайтест Не так Написал Так Ну Что Все Отлично Все Так И Должно Быть Что Мы Смотрим А Опять Я Выскочил Пока Я Выскочил Так А где Это С тестом Вот Она Эту Я Закрываю Чтобы Не мешалась Вот С этой Вот Здесь Просто Большие Буквы Сейчас Все Это Плохо Но Чтоб Вы Видели Пайтест И Все Отлично То Что Я Ожидал То Пустая Строка Не Может Быть Как Документация Давайте Смотреть Сообщение Data Created Tis Field Is Recurrect То есть Поле Должно Быть Заполнено Мы С вами Изучали Даже Мы Пытались С вами Прошлых Видео По моему Ставить Здесь Что Поле Может быть Пустым Но Там Написано Но Не То есть Ничего Но Ноне Должно Стоять Заполнено Быть То есть Само Ноне Ничего А пустая строка Это Тоже Жданные То есть Так Не Работает Иными словами Мы Тогда Поняли Что Ему Не получится Если он Уберет Дату Отправить С пустой Строкой Значит Все у нас Отработало Корректно Давайте Запустим Авто И посмотрим Что он Нам Скажет На Авто Немножко По другому Запустим Сейчас Давайте Пайтест Авто И Давайте Прочитаем Что Он Нам Пытался Сказать Нас То Все Устраивает Мы Этого Ожидали Ребят Смотрите Как мы Работаем Напрямую С документацией Так Соображать Будете Итак Мы Видим Маркер Да И И У нас Да По русски Е То есть Эра Асер Фалс Ис Тру Ан Тру Ан Тру Ан Тру Ан Тру То есть Вот это Он Перечисляет Наши переменные Но на самом деле У нас Фалс И Свалид Метод То есть Валидация Контакт Форум Боунт Нет Есть в полях И вводим Наши Это фалс И считаем Отработанным Материалом Теперь Тесты У нас Запущатся Но Когда мы Будем Просматривать Тест Тест Фалс Говорит О том Что Пустая Строка Не Может Быть Ой Вот Он Да Ну что Осталось Нам Еще Проверить Кое Что Последний Вариант Который В документации Был Нон Ничего Нон И Пишем Истину То есть Если Ничего То В принципе Ничего Итак Запускаем Тест И Смотрим Поле Не Может Быть Пустым Мы С вами Это Проверяли Но Давайте Детально Я Сейчас Просто Напомню Это Ребятам Школы Именно Потому Что То Кто Мы С вами Делали Этот Момент На самом Деле Вот Смотрите Мы Даже Разбирали Да Эра Клининг Дейта Нормализует Формат То То Он Воспринимает Все Форматы Вот Мы С Вами Делали Дату Да И Не Отправилась Пустое Значение Ребят Пустое Значение Ноны Это Внутри Клининг Дейт Но Это Не Пустая Строка Как Вы Могли Подумать Мы Это Как Раз Проводили Это 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 Как Раз Вы Вспомните Ребята Когда Он Нам Выдавал Когда Мы Проверяли В Юпитере Что Он Выдавал Что В данный Момент Дата Ничего Нет А Когда Он Выдавал А Когда Мы Неправильно Заполнили Дату То То есть Клининг Дейт Он Просто Тупо Не Вывел Это Поле В Юпитере В Джупитер Он Просто Тупо Мы Это Проверяли Он Не Вывел Это Поле Он Вы Потому Что Когда Мы Проверяем В Клининг Дейт Оно Вводит Только Работающие Поля А В Джупитер Мы Убедились Что На самом деле Джупитер Он Не Вывел Поле Его Нет Он Вывел Только Четыре Поля Как Мы Видели Список Даты Просто Не Было А Тут Ему Деваться Некуда Тут Деваться Некуда Джупитер Он Просто Не Вывел А Тут Есть Поле Оно HTML Создано Поэтому Хочешь Не Хочешь Он Выдаст Ошибку Что Оно Неправильно Заполнено Только Не Надо Все Путать С Пустой Строкой Но Она Относится Именно Clean Date Это Смотрите Уроки Предыдущие Ребята Кто Первый раз Там Все Разъясняем Я Сейчас Только Напомню То Есть Этот Момент Уловили Я Думаю Ребята Школы Все Поняли Ну А кто Не Понял Уроки Смотрите Ребята В данном Случае Это Был Б Излишний Но Тем Не Менее Мы Все Равно Еще раз Обопремся На Документацию Мы Видим Что Пустого Какого-то Значения Нет Здесь Есть Смотрите Значение По Умолчанию Смотрите Пустое Значение Да Это Будет Пустое Значение По Умолчанию Нет Ничего Но Это Не Пустая Строка Когда Пишется Пустая Строка Она Пишется Вот Так Обозначается Да То есть Что У нас Пустая Строка То есть Тип данных Строка Здесь И мы С вами Проверяли На функции Надеюсь Это Поняли Пустым Как вы Не добивались Дата Быть не может Но Учитывая Что Клинит Дейт Могут Принимать Разные Форматы Например И Переменную И Строковое Значение Понятно У него Будет Всегда Ноны Пока Ничего Нет А Завтра Может Появиться Дата Дата Тейм Как Смотрите Как Переменная Клинит Дейт Да Или Как Вот здесь Мы Вот такое В виде Строки Дата Поэтому По умолчанию Берется Пока Нет Ничего Нету Но Может быть Или то Или то Или то Все что Допустимо Не путать Поэтому Здесь Это было Излишне Но мы Проверили То есть Как он Сейчас Наверное Немножко Это было Да я даже Запутал Вась Поэтому Но тем не менее Мы убедились Да Это надо Вжипетер Фалс Тем не менее Пусть будет Теперь Мы Спускаем Наш Тест У нас Все Отработало И так То что Можно было Сделать С датой 5 маркеров Мы отработали Все Ребят Смотрите На самом деле На это Должно Уйти Было Без тыканей Формы Минут Ну 10 По честному Да Если бы Делать быстро Профессионально Раз 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 Все работает И Двигаемся Дальше Ну что ж Потом посмотрим Еще два поля Более Сегодня Может завтра Как успею Пока Заканчиваю 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 Я планировал Что Что Чтоб У вас Была Земля Под ногами А ведь Согласитесь Приятно Писать код Когда Все понимаешь Это Такой Кайф Ребят Так Что Для этого Нужно Работа С документацией Это Курс Направлен На работу С документацией И Я Вижу Как Ребята Чувствуют Школу Да Как Они Подноторевают На этом Почему Потому что Мы все время Работаем С доками И Скажите Что Ведь Для того Чтобы Написать Сейчас Тесты Нам Надо Было Всего Документация Нам Не надо Тыркать По странице Работает Нет И Это Все Профессионально Быстро И Классно И Круто И Интересно Согласитесь Так Что Ребят Все Получится spb-tree-tut.ru Здесь Уроки На Ютьюбе Вот Допустим Здесь Начиная С сайтов Но Лучше Всего Начинать Сначала Это Первый Вариант И Самый Основной Здесь Еще 100 Уроков Как Мы Входим В Джанго Кроме Этого Я Даю Потом Рекомендации Высылаю Что Подтянуть В Python То Я Рекомендую Начинать Джанго А Python Уже Походу Будете Подтягивать В первую очередь Что скажу Ну И Кто Не Знает Изучать Но На Что Обращаю Особое Внимание Чтобы Получилось Писать Код Все Ребята Все Получится Я Не Вижу Каких Признаков Чтобы Не Получилось Если Не Может Не Получиться Просто Делайте И Все